Друзья мои, я предполагаю, что ваш первый вопрос относительно того ли, могу ли я дальше участвовать в избирательной кампании, буду ли я дальше участвовать в выборах. Ответ очень простой. Прямо сейчас я участвую в избирательной кампании, и то, что мы увидели сейчас, это такая телеграмма, которая пришла из Кремля. Я просто телеграмма о том, что они считают меня, мою команду и тех людей, чьи взгляды я выражаю, слишком опасными для того, чтобы допустить нас в избирательную кампанию. Вот в этом и заключается сейчас избирательная борьба. Тем не менее, этот приговор мы не признаем, этот приговор будет отменен. В соответствии с Конституцией я имею полное право участвовать в выборах. Я буду это делать, я буду продолжать представлять интересы тех людей, которые хотят видеть Россию нормальной, честной, некоррумпированной страной. Я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживал меня все это время, всех, кто поддерживает меня. Хотел бы поблагодарить мою замечательную защиту, которая разгромила вот этот приговор несколько лет назад и сделает то же самое, я уверен, потому что дословно переписанный приговор. Я хотел бы еще раз поблагодарить Петра Офицерова, которому все эти годы поступали настольчивые призывы дать на меня показания ложные, но он стоит и не делает этого. Приговор... Успытательный срок, где я назначил 2 года, то есть таким образом он как бы учел те 3,5 года, которые Алексей уже отмещался в главной службе институции по этому приговору. То есть приговор абсолютно идентичный. То есть на 100% то же самое, но то, что я уже условно отбыл, то, что называется так, вот оно зачлось в этот раз. Вы сказали, что будете оспаривать, вам дадут? Это даже не вопрос, будем ли мы оспаривать. Еще раз, этот приговор, дословно этот же приговор, был отменен и в Европейском суде по правам человека, и в Президиуме Верховного суда. Поэтому вот этот конкретно приговор точно такой же. Абсолютно гарантированно будет отменен, и мы в ближайшее время направим в Большую палату, в Совет Европы, в необходимую уже более высокую инстанцию, потому что мы покажем, что решение Европейского суда не просто не было выполнено, а таким образом так цинично не было выполнено, что ну хорошо, вы там отменяете в своем честном суде, мы сделаем абсолютно то же самое, дословно то же самое. Но мы точно так же все отменим. И я уверен, что это произойдет в кратчайшие сроки. А решение Европейского суда, исполнение этих решений отслеживает комитет министров, куда мы уже обратились, и который, естественно, сейчас отслеживает исполнение решений по Киров-Лесу. Как мы сегодня увидели, решение Европейского суда не исполнено, соответственно, какие-то меры будут, я надеюсь, принимать комитет министров по этому поводу. До президента выбора всей России? До выбора всей России? Конечно, до выбора. Мы все отменим. В любом случае, я просто могу еще раз сказать. Те слова, которые я говорил, когда этот процесс только начинался, мы будем вести компанию, невзирая, вне зависимости от того, что произойдет в этом суде. В суде происходит что-то, что навязывает Кремль. Как и всей стране он навязывает коррупцию, например, и воровство. Но наша избирательная кампания, она не связана с судом. Она связана с тем, что в России есть большое количество граждан, которые хотят страну изменить, сделать нормальной, свободной, некоррумпированной. Мы этого добьемся. И да, конечно, с завтрашнего дня Кремль запоет песню о том, что мне запрещается участвовать в выборах. Но я еще раз хочу привлечь ваше внимание, что в Конституции Российской Федерации прямо записано, что имеет право участвовать в выборах все те, кто не содержится в местах лишения свободы. По крайней мере, сейчас. Я пока не содержу. Всем большое спасибо.